Приветствую вас, друзья, на канале Bambles в Канаде. Сегодня мы немного погуляем по кампусу, а заодно посмотрим так называемые пейд-вэи, соединяющие здания университета, так что зимой вы можете практически не выходя на улицу, перебраться из одной части кампуса в другую. В данный момент мы находимся в юго-западной части кампуса, если не считать его медицинскую часть, расположенную, скажем так, через дорогу. Это все, конечно, северный кампус, North Campus так называемый. Есть несколько других кампусов университета Роберты, но мы о них не будем говорить, поскольку основной именно вот этот. Мы видим угол здания САБ, Students Union Building, или, иными словами, здание студенческого союза. Мы зайдем туда и пройдем по пейд-вэям к International House или I-House, как его здесь еще называют. Я постараюсь сделать так, чтобы камера, прошу прощения, чтобы камера сильно не шаталась. Как вы заметили, вход в здание совершенно свободный, никаких пропусков не требуется. То есть абсолютно любой человек с улицы может зайти в абсолютно любое здание университета. Это такой уголок кафешек. Здесь есть мексиканская кухня, японская кухня, американская кухня, кофейня и Subway. Мы немножко удлиним наш путь. Пройдем дальше, я вам покажу часть САБа. Здесь мы видим САБМАРТ. САБМАРТ. Это что-то супермаркета в здании. Конечно, он тоже несколько дороже, чем супермаркеты в городе. По правой руке вы видите University Bookstore. Это книжный магазин с огромным-огромным количеством книг на любую тематику. Все студенты, которые учатся в университете, смогут найти что-то по своему предмету в этом магазине. На втором этаже расположен скорее сувенирный магазин, отдел того же самого магазина. Здесь можно купить атрибутику университетскую. Футболки, толстовки, сумки, штаны, кейсы различные, подушки. Вон, например. А впрочем, почему бы нам и не снять? Вот, например, цена 45 долларов. Я не знаю, почему камера не фокусируется. Снимаю я на фотокамеру. Возможно, в ней нет динамического автофокуса, который фокусируется самостоятельно. В общем, такая толстовка 45 долларов. Полагаю, стоит столько же. 45, да. Рано или поздно я одну куплю. Но не сейчас. Надо же. Она что, тоже продается? Да не, вряд ли. То есть, вот абсолютно все, что мы сейчас видим, это все университетская атрибутика. Это две кепки. Раз уж мы их увидели, поговорим о них. Слева кепка женской спортивной команды университета. Они называются панды. А справа мужская команда университета. Они называются, не помню как. Хе. Вроде как просто bears. Медведи. 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 И это, собственно, их символика такая. Где-нибудь написано название. мне просто написано губа губа это имя от этого медведя и наконец просто панда ладно пойдем дальше вот это конечно кепка крутая пластиковая такая штуковина и даже на краю козырька надпись правда дорогая она стоит ну да 20 долларов не будем сильно задерживаться здесь просто быстренько пройдемся по разным полкам стеллажа посмотрим что есть спустимся на первый этаж посмотрим книжный магазин и поем дальше ручки 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 почему-то цены нет по-моему такой комплект в магазине армии армии стоит ох 3 доллара что то есть сколько здесь . примерно 33 цента штука 10 рублей ну-ка глянем здесь 215 но тоже тоже 3 доллара интересно ну то есть вы поняли да что если хотите иметь дешевые ручки или эти комплекты и причем не где-нибудь либо здесь либо в магазинах вне университета я надеюсь вам меня слышно потому что я не хочу кричать на весь магазин интересная штука что это что-то вроде подставки для книг точнее это подставка для книг но тут вроде такого у меня было когда учился в школе в младших классах мини мячики для американского фабула вот такие вот кейсы они стоят не для одного взгляда дорого вполне теме сколько они стоят у нас смысле в россии в дюймах здесь указан диаметр кольца они на пульсах открытки раз на компьютерное оборудование его конечно тут покупать не стоит медицинка какая-то пойдем это это Продолжение следует... Думаю, особо смысла смотреть в книжном газе нет. Просто покажем масштабы. Вон. Это все книги. Ну и тетради, конечно. И сумки. Сумки, разумеется, все тоже с символикой университета. У меня моя есть. В смысле привезенная. Так что мне такая сумка не нужна. Но как-нибудь в будущем, может быть, кто его знает. Если нужно будет, я знаю, где такую найти. Тем более цена нормальная. Вот эта стоит 50 долларов. 549.95. Не забывайте, конечно, прибавлять налог. Что-то вроде 5%, если не ошибаюсь. 70 долларов. Ну, пойдем. Возможно, я эту часть видео выделю отдельно. Лабораторные халаты. Нам нужно наверх. Вышел я на первом этаже. Точнее, на нулевом. Поэтому давайте поднимемся наверх и продолжим наш путь. Это здание не учебное, насколько я знаю. Но в других зданиях, если мы увидим открытую дверь аудитории, попробуем войти и посмотреть. Так, пошли. Спасибо. 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 Спасибо.